Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем катать мобильные игры, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием DragSim 2018. Свежий симулятор DragRacing на мобильное устройство, и нам уже предлагают купить наш первый автомобиль 35 тысяч долларов. У нас имеется, друзья, или нет, даже больше, 105 тысяч. Так, окей, давайте же посмотрим, что же за автомобили здесь продаются. Так, выберите и купите автомобиль. Ну погнали, посмотрим, что тут по стоимости. Давайте посмотрим. 32 куска вот эта вот тачка стоит. Естественно, опять же, никаких опознавательных знаков абсолютно. И, блин, посмотрите, какая-то монолитная конструкция, монолитный кузов. Интересно, как залезать в эту машину, потому что двери, судя по всему, не открываются. Видимо, как-то бы ломать окно или жить просто в этой тачке. Так, ну окей, какая-то так себе машина. Что там еще подороже есть? Можем, в принципе, себе позволить. Вот, вот этой тачке уже двери есть, смотрите. Можем себе и покруче машинку позволить. Это, я так понимаю, какой-то клон BMW. Так, давайте посмотрим, что там еще было. Пикапчик, смотрите. Ну не знаю, подойдет ли пикапчик для драйк-рейсинга. А что у него там по мощности? 500. Тут 400. 200, естественно, поболее. А вот следующий индикатор, я не знаю, что это. Возможно, сцепление с дорогой или что-то вроде того. 77, а здесь 70. Так, окей, что у нас тут дальше? Вот такой вот автомобильчик. Тоже в синем цвете. И опять же, похоже, без дверей. По сути, только ручки есть, смотрите. Хотя, не знаю. Так, ладно, давайте еще посмотрим на фургончик. Вот такой вот. 237. Сотня, кстати, уже сцепления с дорогой. Я предположу, потому что здесь особо ничего не написано. Просто значок изображен и все. Так, ну даже не знаю. Даже не знаю. Минник мы, наверное, брать точно не будем. Какой-то мини-купер. Мы, наверное, возьмем что-нибудь поинтереснее. Может быть, пикапчик, кстати, взять? Почему бы и нет? Тут цены-то не особо большие. Мы можем его прокачать. 32 тысячи. Самая дорогая тачка это вот эта вот. 33 куска стоит. А, нет, 33 800 вот эта. Блин, даже не знаю. Вот думаю выбрать либо эту, либо все-таки пикап. Ну ладно, давайте возьмем эту. Давайте все-таки возьмем эту. Погнали. Приобретаем. Мы ее в любом случае оттюминговать сможем. Прямо сейчас, возможно, этим и займемся. Так, смотрите. Здесь мы уже внутри. У нас есть, естественно, шлем гоночный имеется. И мы заезжаем куда-то в гараж. Где мы сейчас и будем, хотел сказать, тюминговать. Но, похоже, нет, друзья. Достижение какое-то получил. Похоже, нас отправляют сразу на состязание. Ну, давайте посмотрим, на что способна эта тачка. Так, тут какое-то соревнование проводится. И финальный приз. 35 кусков. Ну, кстати, неплохо. Кстати, очень даже неплохо. 1,4 мили. Так, окей. Погнали. Давайте посмотрим, сможем ли мы взять вверх над этим соревнованием и получить главный приз в 35 кусков. Так, ручим, друзья. И вот эта вот тачка, которая чуть дешевле стоила, похоже, в ней сидит наш соперник с точно таким же шлемом. Так, ну ладно. Братья по шлемам. Нажимаем. Нажимаем. Нажимаем и... Это что, обряд какой-то был? Постучал немного по рулю. И погнали, друзья. Покажем этому сопляку, на что способна наша тачка. Так. Нихера, он вырывается вперед, сукин сын. Сотку выжимаем. Давай, давай, жми. 130. Да, ну, похоже, я просто обосрался, друзья. Да, что-то жидковато. 150 км в час максимальная скорость, которую мы развивали. Может, это специально так сделано? 150 баксов мы, кстати, получили. А, по-моему, взнос где-то вышел нам в тысячу. Или мы бесплатно участвуем. Ну, не знаю. В общем, но, по-моему, специально так сделали, чтобы обучить нас сейчас тюнингу, предположу. Потому что, ну, это полный провал. Это просто смехотворно. Так, да. Сейчас мы загрейтим нашу тачку, друзья. И покажем этому ублюдку. Так, давайте посмотрим, что у нас тут из грейда доступно. Нитро. Приобретаем. Тут единичка, как 7, на самом деле. 1200. Стоит у нас закись азота. Приобретаем. Все это дело. Так, и вот теперь нам, да, говорят, ну-ка, потягайся еще разок с этим чуваком. Но теперь с ускорением. Ночное время суток, смотрите, и, похоже, другая карта. Не знаю, как активировать закись. Надеюсь, нам подскажут. Или все автоматически будет. Понять не имею. Так, ну давайте посмотрим на этот раз. На что будет способна наша тачка. Ага, вижу значок. Так, окей. Теперь, смотрите, мы потираем ладоши. Погнали. Так, ну не очень хороший старт. 80 километров. Он даже сейчас нас не догоняет. Нам говорят врубать нитро, но ладно, давайте. Окей. Просто в этом не было смысла-то особого. Так, и 160 километров в час мы максимум смогли ехать. И, естественно, мы побеждаем на этот раз. Но нитроускорение нам, на самом деле, не особо-то и помогло. У нас топовая скорость, смотрите, 157 километров в час. А в прошлый раз у нас тоже 150 с чем-то было. И в прошлый раз просто соперник быстрее ехал. Так, окей. Вот такой вот скрипт. В общем, нас в любом случае в первой гонке унижают. Но потом мы наверстываем все во второй гонке. Так, друзья, ящички, кейсики, как мы любим. Забираем. И давайте его откроем. А внутри 186 баксов? Серьезно? Класс. Так, это не знаю что. Я уж подумал новая машина, но не похожа на это. Понять не имею. Видимо, карточки автомобилей. И нужно какое-то количество их собрать, наверное. Чтобы получить, собственно, непосредственно автомобиль. Да, вот, смотрите, редкость этих карточек. Так, окей. Окей. Давайте теперь, наверное, спокойно уже зайдем в тюнинг, в меню тюнинга. И посмотрим, что мы здесь можем поменять. Все-таки у нас 70 кусков доступно. Это вполне внушительная сумма. Так, можем коробку граидануть. Мы можем все, кстати, граидануть. Не так уж и дорого. Турбо, нитро. Можем вес также. Видимо, я не знаю. Что-то отпилить от нашей машины, чтобы улучшить вес. Уменьшить, точнее. Так, и выхлоп также можно менять. Да, давайте все прокачаем. Слишком дешево. Так что покупаем. Я думаю, пока что можно до первого левела все прокачать. Не так уж и дорого. В принципе, машина мне нравится. И думаю, мы ее будем граидить уже в дальнейшем. Так, покупаем. Турбо. Нитро уже установили. Сейчас посмотрим, облегчится вес вообще. Сейчас у нас вес 1584. Допустим, я приобретаю. 1552. Да? Чуть-чуть облегчили наш автомобиль. Так, и выхлоп тоже качаем. Все, немного подкачались. Мне кажется, этого должно хватить на пару заездов еще. Так, можно? Да, вот визуальный тюнинг, друзья. Сейчас мы перекрасим нашу тачку. Хотя цвет прикольный, но хочется что-нибудь потемнее, например, сделать. Так, давайте оставим, наверное, синий, но сделаем потемнее. Нет, слишком какой-то вырвеглазный получился свет. Может быть, красный, смотрите, тоже, кстати, симпатично выглядит. Ну и цвета тут яркие. Блин, оранжевый прикольный, кстати. Давайте пока что покрасим в оранжевый цвет. Вот такой вот. А потом перекрасим, естественно. Как надоест. Блин, я отменил случайно. 2000 баксов, кстати, покраска стоит. Что-то дороговато, друзья. Ладно, давайте повременим. Посмотрим, сколько стоит покраска дисков. 1000 баксов. Что-то визуальный тюнинг какой-то слишком дорогой. Не будем мы, наверное, ничего красить. И что это торчит у нас? Как будто сейчас надломится наш диск. Так, я же не покрасил. Я случайно покрасил. Да вы шутите. Почему? Нет, я не покрасил, друзья. Все нормально. Это был просто предпросмотр. Так, нахер, нахер все эти цвета. Оставим так, как есть пока что. А потом, если нам будет некуда денег деть, то можно и перекрасить. Так, автомобили остались прежние? Или добавились какие-нибудь новенькие? Кстати, я изначально не все тачки просмотрел. Смотрите, тут есть и дополнительные. Но мне кажется, все равно у меня хороший выбор. Что-то все дешево, на самом деле. Дешевые какие-то тачки. Видимо, из кейсов нужно выбивать что-нибудь получше. Ну да, нормальный у нас выбор, на самом деле. Даже несмотря на то, что я некоторые машины пропустил даже из списка. Так, ну что, давайте погоняемся немного. Попробуем. Чуть граиданули нашу машину. И можем что-нибудь выбрать. Здесь какой-нибудь заездик. Вот это вот что такое? Так, снова 1 четвертая миля. 500 баксов. Это входной билет, насколько я понимаю. Или нет? Или это приз за один заезд? А финальный приз составляет... То есть 19 заездов нам нужно проехать, чтобы получить 10 кусков всего лишь, друзья. Читаться той какой-то. Так, а вот здесь вот всего лишь 9. И 2 заезда мы уже проехали. Да, это финальный приз за 9 заездов. 1 четвертая миля. Полторы тысячи за этот. Значит, мы все-таки ничего не тратим. Никакого входного билета нет. Так, снова ночная карта. По-моему, точно такая же, как и предыдущая. Сейчас все будет, друзья. Разминаемся. У нас есть нитро, естественно. Погнали. Держим в зеленой зоне. Так, твою мать херово, друзья. Что-то отстойный начал, но, тем не менее, он нас не догоняет пока что. Так, давайте нитро похерачим. Всякий случай. Чтобы хоть немножко оторваться. Да, нормально, нормально. С легкостью его обгоняем. Даже несмотря на то, что я крупно лажанул в начале. Так, 14 секунд и 417. 1600 мы получаем. Даже какой-то бонус получили. И давайте еще один заездик сразу тогда с залпом. Я думаю, мы справимся. О, и, кстати, ящик нам дают, видимо, за каждый заезд. Ну, давайте откроем. Так, смотрим. Баблишка. Ну, что-то совсем мало денег. Снова вот эта вот тачка. И еще какая-то... А где посмотрите все эти карточки? Я, честно говоря, ничего такого не вижу. Только магазин ящиков. Можно просто посмотреть видосы и получить какой-то серебряный ящик. Так, вот я нашел, где смотреть эти чертежи. Нам нужно зайти в магазин автомобилей. И выбрать нужный автомобиль, нужную машину. Вот, смотрите, 4 чертежа у нас уже есть. Осталось всего ничего, друзья. 10 еще таких же всего лишь. И мы откроем эту малышку. Так, что у нас здесь? Давайте глянем. У нас еще были какие-то чертежи. Но, видимо, их совсем немножко. И искать, честно говоря, даже лень. Тут, смотрите, 105 нужно этих блюпринтов. А тут всего лишь 20 легендарной какой-то тачки. Так, ну ладно, давайте. Мы хотели еще немного погоняться. Давайте погоняем, посмотрим, справимся ли мы сейчас на следующей карте. На следующем заезде, точнее, карта может быть точно такая же будет. Посмотрим, справится ли наш апгрейд, апгрейднутый всего лишь на один уровень автомобиль. Так, смотрите, у нас пикапчик уже выступает в роли соперника. Ну, не знаю, братан, мне кажется, ты не сможешь меня догнать. Хотя, если он хорошо прокачан. Кстати, с этой стороны, с внутренней, колесо прозрачное, как вы видите, диска вообще нет. Так, ну погнали, я готов. Давайте посмотрим, на что способен пикап. Пока не будем использовать нитро. Так, нормально, он близко. Прямо вровень практически идем. Ладно, вхерачиваем. Так, немного ускорились. Он совсем близко, что ли? Да, он совсем близко, друзья, но, тем не менее, мы смогли одержать победу. Наверное, вот сейчас уже нужно грейдить до второго уровня нашу тачку. Так, немного бабла, тем более, нам отсыпали. Неплохая сумма. Так, и снова ящик. Ну, давайте откроем. 213 уже, ну, немножко больше денег, чем в прошлый раз. Пикап, смотрите, какой. Вот этой тачке у нас карточка одна есть. Блюпринт или рецепт. Не знаю, называйте, как хотите. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.